Христос часто учил притчами. Эти простые истории и понятны и непонятны одновременно. Сегодня мы попытаемся порассуждать о том, что хотел Христос сказать всем нам, когда рассказал притчу о пяти мудрых и пяти неразумных девах, которые ждали жениха. Чего не хватило тем, кто не вошел на брачный пир? Что случилось? Почему они уснули? Почему их жизнь закончилась катастрофически, и они не вошли на брачный пир? Что это значит сегодня для нас? Как нам ожидать? Как нам быть готовыми? Чем нам запасаться, чтобы в момент встречи с Господом Иисусом Христом у нас было все необходимое для того, чтобы войти в Его радость? Об этом будем говорить сегодня, будем проверять свою жизнь, будем соизмерять ее с обетованиями Божьими и с тем днем, который всем ждем, днем, когда Христос вернется за своей церковью. Давайте мы вместе откроем Евангелие, Евангелие от Матфея, 25 главу. Сегодня мы будем размышлять о притче Христа о десяти девах. Евангелие от Матфея, 25 глава, с первого стиха. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своим взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым. «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали. «Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Аминь. В последних притчах, которые Иисус Христос рассказал своим ученикам перед уходом с земли, Он оставил всем нам насущный призыв. Бодрствуйте. Будьте готовы. Как бы ни складывалась наша жизнь, что бы ни наполняло ее сегодня радости или печали, все достаточно относительно в нашей жизни. Но вся наша жизнь обретает смысл в ожидании пришествия Иисуса Христа, потому что только это возвращение, оно придает глубину нашим радостям и придает смысл нашим печалям и нашим слезам. Христос очень настойчиво доносил до Своих учеников и сегодня доносит до нас простую истину. К Его пришествию нужно быть готовым. Христос снова и снова напоминал Своим слушателям, что в Его пришествии будет происходить разделение. Вы наверняка вспомните о том, что Христос говорил о двух работающих на поле. Одни условия, одна работа, и вот один берется, а другой оставляется. Христос даже говорил о разделении в семье. Двое на одной постели, один берется, один оставляется. Христос говорил о том, что кто-то войдет в радость Господина Своего, а кто-то будет вергнут в геон огненную, где будет плач и скрежет зубов. В этой притче Христос говорит о том, что кто-то войдет на брачный пир, а кто-то навсегда останется за дверями. Притча о мудрых и неразумных делах подчеркивает сегодня для нас вопрос легкомысленного, несерьезного отношения к важному событию. Проблема легкомысленности, проблема несерьезности, проблема поверхностного отношения к благодати Божией, к дарам Господним, самоуверенность, убежденность в том, что коль у тебя все хорошо сегодня, так будет всегда. Вот о чем говорит Христос в этой притче, вот о чем Он предостерегает сегодня всех нас. Иисус Христос, чтобы передать эту важную истину, избрал очень понятный, простой, доступный образ для своих современников. Образ подготовки к свадьбе. У нас есть наши украинские традиции, свадебные традиции, они постоянно видоизменяются, молодые люди хотят что-то сделать необычное, не так, как у всех, запоминающиеся на это тратится порой больше времени и больше денег, чем на все остальное, хотя от этого все взрослые, прожившие немножко знают, не зависит ровно ничего. В те времена традиции были более постоянные, не поддавались экспериментам, поэтому Христос говорил о том, что всем было понятно. Послушайте, как описывает один из исследователей древних времен обряд в Палестине, свадебный обряд в Палестине. И почувствуйте, насколько он соответствует той притче, которую рассказал Христос и которую мы сегодня прочитали для нас. Послушайте. В основе этой притчи лежит описание свадебного деревенского обряда Палестины времен первого века. Раньше празднование свадьбы происходило в течение семи дней. Жених из дома своего отца выходил за невестой и должен был идти за невестой прямо к ней в дом, но никто не знал точного времени, когда он придет. До этого момента гостей, которые находятся в доме у невесты, постоянно развлекали, чтобы им не было скучно, и кто-либо из них не уснул или вовсе не ушел. Часто это происходило до позднего вечера, зачастую из-за того, что жених задерживался на традиционном торге родственников жены, а если жених приходил быстро, то считалось, что невеста ничего не стоит. Когда жених приходил, он забирал невесту, вел ее обратно в дом своего отца, но самой важной частью церемонии являлась именно встреча жениха, так как она всегда была внезапной. Жениха обязательно должны были встречать только с факелами. Во время процессии жених шел самой длинной дорогой, чтобы максимальное количество людей могло пожелать благополучия и счастья их семье. Обязательно свадебная процессия должна была сопровождаться обильным освещением, которое состояло из факелов гостей невесты. Нельзя было встречать жениха, если не было в руках факела. Никому факел не давали, каждый должен был иметь свой. И нельзя было идти со свадебной процессией, если факел тускло горел или был потухшим, так как считалось, что чем ярче дорога молодых, тем светлее будет их жизнь. Когда жених приходил к своему дому, он брал невесту, заводил ее в дом, затем приглашал гостей, которые составляли процессию, после чего дверь закрывалась и начиналось торжество. Все остальные, кто по какой-либо причине не вошел вместе со всеми гостями, независимо, кто это был, родственник или просто гость, оставался уже за дверями и уже не мог войти в дом на праздники. Вот такой обычай. Христос просто рассказал его. Он не сказал ничего нового, но он вложил в него духовный смысл, смысл, который важен для нас. На что хотел обратить внимание Христос этой притчей? Давайте зададимся себе вопросом, что было общего у этих всех десяти девушек? Все они хотели быть на свадьбе. Все они были приглашены и все они ждали. Никакого различия. У всех у них были факелы. Заметьте, что все десять уснули. И затем все десять проснулись. У всех были светильники и масло. В чем же различие? Различие в запасе масла. У одних его было достаточно, а у них запас был достаточно скудным. Толкователи Писания по-разному истолковывали образ светильника и масла. Послушайте несколько вариантов. Светильники – это заповеди Божии, а масло – соблюдение этих заповедей или вера, явленная в делах. Вот такое понимание. Другое распространенное мнение, что светильник – это дух человека. И это, кстати, поддерживается Писанием, потому что в Слове Божьем сказано, что светильник – Господень – дух человека. Если это так, то тогда масло – это дух святой, живущий в человеческом духе. Третье толкование, третье мнение, что светильники символизируют Слово Божие, так как сказано «Слово Твое – светильник на гемае». И четвертое мнение состоит в том, что масло – это вера, а светильники – это истина. Во все времена толкователи Священного Писания пытались как-то истолковать эти образы, ключевые образы в этой притче – светильник и масло. Я хочу поделиться с вами, что я думаю по этому поводу. Мне кажется, что не принципиально, что значит в этой притче светильник и что значит масло. Для нас не столь важно истолковать значение этих символов, как важно обратить внимание на простой факт – масла было недостаточно. Чем бы ни было это масло, его было недостаточно. И Христос обращает главное внимание на эту простую вещь. Другими словами, за этой недостачей масла стоит простой факт. Часть девушек посчитали, что у них все хорошо. Они не рассчитывали на то, что ожидание может затянуться. Это так знакомо и понятно для нас. Мы любим, чтобы все происходило быстро. Мы не любим ждать. Нам важна динамика жизни. Поэтому мы никогда не запасаемся на много. Мы никогда не думаем, что ожидание может быть дольше, чем мы планируем. Девушки приготовились к особому событию, к важному событию. Они взяли все, чего требовали обстоятельства, но они не подумали, что ждать придется дольше, чем хотелось бы. Они проявили слепую веру и наивную убежденность в том, что то, что у них есть, уже достаточно. Часто мы попадаем в ту же ловушку, получив немножко, мы убеждаем себя в том, что теперь у нас уже все есть, что мы ни в чем не нуждаемся. И этого немножко нам хватит на всю нашу жизнь, на любые обстоятельства. Когда мы читаем Новый Завет, мы встречаем эту проблему в ранней церкви. Проповедь апостолов была очень динамична. Они говорили о том, что Христос умер и воскрес, и Он снова грядет, и Его пришествие будет скорым. И люди, воспринимая эту истину, жили особым ожиданием скорого возвращения Иисуса Христа. Некоторые из них с радостью даже проходили через гонения, через скорби, через страдания. Некоторые даже с радостью принимали, когда разграбливали их дома и, может быть, даже лишали их имущества. И все это они воспринимали как-то по-особому, с верой, с надеждой, потому что Христос скоро придет. Но Христос не приходил. По каким-то причинам Его пришествие задерживалось. И часть христиан стала терять вот это бодрое расположение духа. Часть христиан стала терять веру. Некоторые люди оставили свои собрания, а некоторые даже стали обращаться к прежнему образу жизни. Какой смысл в подвижничестве, в вере, в жертвенности, в посвящении своего времени Богу и Церкви, если то, чего ты так страстно ожидаешь, никак не может произойти? Если Христос задерживается своим возвращением, что-то начинает меняться в жизни. И вот эта проблема, о которой говорил Христос, она обнаружилась уже в ранней церкви. Мы об этом читаем в послании к евреям. Мы об этом читаем в послании к Колоссянам. Мы об этом читаем в других евангельских текстах, где апостолы начинают будить в людей вот это чувство, будить в них тревогу. Не время расслабляться. Не время жить, как будто у тебя всего есть достаточно, потому что время сложное. Когда мы смотрим на нашу жизнь, мы встречаем подобные проблемы. Меня очень печалит, когда люди, которые с особым огнем в глазах подходят к крещению, посвящают свою жизнь Богу, заключают завет с Господом и через какое-то короткое время уже нет ни огня в глазах, ни энергии, ни посвящения, а просто какая-то вялость, размытость, неопределенность, неинтересность. Людям неинтересно то, что происходит, и они сами становятся неинтересными тем, кто их окружает. Куда это девается? Оказалось, все начиналось так хорошо, казалось, что то, что ты принял от Господа, теперь хватит тебе на всю твою жизнь. Короткое время и начинаются проблемы, смущение, слабнет вера, нет этого душевного огонька, нет тяги к молитве, Слово Божие становится неинтересным, хочется где-то куда-то снова. Я иногда встречаю молодые семьи, которые поражают меня тем, что они теряют любовь так быстро. Беседуешь с молодыми людьми, перед свадьбой глаза горят, они с такой любовью, с таким трепетом, с такой нежностью, с такой глубиной романтики смотрят друг на друга и говорят, мы любим друг друга, обвенчайте нас. Проходит короткое время, ты встречаешься с теми же людьми, и они говорят, что-то случилось. Нам кажется, что мы больше не любим друг друга. Что случилось? Почему сегодня ты стоишь и говоришь и в радости, и в печали, и в здоровье, и в болезни, и в богатстве, и в нищете, пока смерть не разлучит? А уже через год еще здоровье, еще нет болезней, еще ты не понял, что такое нужда в жизни, а ты уже не уверен, что ты любишь. Что случилось? Видите, мы живем во время, когда люди увлекаются эмоциональностью своей, когда люди зажигаются очень быстро, но относятся к своей жизни, к серьезным вопросам жизни, к отношениям в семье, к отношениям в церкви, к отношениям с Богом. Очень поверхностно, очень легкомысленно, все налегке, как и должно быть по жизни, но жизнь не оправдывает принципа налегке. Налегке можно пробежать, налегке можно проскакать, но недолго и недалеко. Многие молодые люди уверены в себе и в своем запасе прочности, и потом такое горькое разочарование, быстрая усталость и потери интереса к жизни. Я часто напоминаю себе слова из книги «Притчи», 24 глава, 10 стих, где мудрый Соломон задает вопрос, «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Жизнь испытывает наше убеждение и нашу силу, и тогда оказывается, что запас нашей прочности, сила наша, запас нашего масла в наших сосудах, если мы пользуемся выражениями из этой притчи, оказывается таким скудным. Пророк Еремия задает вопрос, «Если ты спешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями?» Мы иногда так уверенно бежим по жизни, нам кажется, что мы все чемпионы, и мы победители, и мы сможем все, а потом оказывается, что это мы пока спешими бежали. То есть мы бежали, когда все остальные шли, и нам казалось, что мы впереди всей планеты. Почему? Да не потому, что мы хорошие бегуны, потому что в это время все остальные просто шли. А что будет, если они на конях поскачут? И дальше Пророк Еремия задает вопрос, «Если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Если когда все было хорошо, тебе так было хорошо, что ты будешь делать, когда придут проблемы в твою жизнь? Когда все окажется не так, как ты планировал? Когда запас твоей прочности оскудеет?» Христос говорит о том, что мудрость мудрых состояла в их предусмотрительности, а глупость глупых состояла в их легкомыслии и поверхностности. Мудрые хорошо приготовились, у них был запас даже на всякий случай, если нужно будет. Глупые не подумали, что ждать, возможно, придется дольше, чем они ожидали. Библия говорит о том, что все доброе в нас должно укрепиться, вырасти, очиститься, пройти проверку на прочность. Послушайте только несколько текстов. Петр пишет, «Возлюбите чистое словесное молоко», то есть возлюбите Слово Божие, вот такое простое, как оно есть. Для чего? Чтобы вам возрасти во спасение. Тот же Петр говорит, «Чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Он говорит о том, что иногда полезно проходить через испытания, через лишения, через страдания, потому что в них наша вера должна очиститься, пройти это горнило и оказаться драгоценнее самого золота. Автор новозаветных посланий снова и снова рисует перед нами картину Христа. Вот послушайте, «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию и совершивший, сделался виновником спасения вечного». Даже Сын Божий должен был пройти через трудности, испытания, лишения, скорби, страдания и затем смерть, хотя Он и Сын, но Он приобрел навык послушания, пройдя через все эти трудности. И поэтому Он стал не просто, Он не просто воскрес для Себя, Он стал источником спасения для всех нас. Его силы, Его благодати, Его любви было достаточно не просто, чтобы самому лично остаться верным Богу и исполнить миссию, которую предназначил Ему Бог. Но Он богат и щедр для всех, кто приходит к Нему с верой. Вот таков наш Господь. Иаков говорит о том, что делами вера достигает совершенства. Друзья мои, Бог дал нам очень много. Мы не должны сомневаться или бояться, или думать, а вдруг не хватит? А вдруг не хватит? А вдруг я сам не все рассчитаю? Друзья мои, если бы мы полагались только на наши расчеты и на то, хватит ли нам то, что мы приготовим, мы бы все были в огромной беде и проблеме. Но спасение совершается Богом в нас. И Бог дает свою благодать. И Бог дает свои дары. И Бог изливает щедро на нас свою любовь. И мы можем не сомневаться, что Его благодати достаточно для каждого из нас на все случаи нашей жизни. Его благодати достаточно. В чем проблема? В чем вопрос? В чем духовная закономерность? Она в том, что Бог никогда ничего не дает нам просто, чтобы мы взяли и держали. Вся Его любовь, все Его дары, вся Его благодать действует только тогда, когда мы находимся в тесном единении с Ним, когда мы находимся в постоянном общении с Ним. Что мы делаем иногда? Я получил уже благодать недостаточно. Я взял и пошел. Если не пребывать в постоянном общении с Богом, эта духовная батарейка разрядится так же, как разряжается быстро батарейка в нашем телефоне. И чем более активную жизнь вы ведете, тем быстрее она разряжается. Бог дал мне уже что-то, и мне кажется, что все, теперь моя жизнь состоялась, я имею все, я теперь обеспечил себя на всю жизнь, не только себя, но, может быть, и своих детей, и своих внуков. И вдруг все это так быстро заканчивается. Бог дал мне силу, Он призвал мне, Он дал мне свои дары, я могу теперь служить. Как долго? Сколько захочу? Нет. Нет. Пока пребываешь с Господом, пока пребываешь в общении с Ним, ты имеешь источник к неиссякаемой благодати Божией, к силе Божией, к мудрости Божией. Когда ты в общении с Иисусом Христом, ты всегда будешь утверждаться в искуплении, в праведности, в освящении, в мудрости, потому что все это сокрыто в Иисусе Христе. Но как только ты посчитаешь, что это твое, и у тебя достаточный запас, и оторвешься от Господа, и начнешь свою жизнь самостоятельно, жди беды. Сначала уснешь. Потом проснешься, и окажется, что то, на что ты рассчитывал, уже не твое. Его уже нет. Оно уже закончилось. И может оказаться так, что нового приобрести ты уже просто не успеешь. Почему нам так тяжело ждать? Почему мы, образно выражаясь, выражаясь языком этой притчи, засыпаем? Давайте обратим внимание на несколько причин. Первое, очень важное, это собственное понимание, что и когда должно происходить. Мы сами планируем свою жизнь. Мы сами определяем, что и когда должно происходить. И здесь много эгоизма, здесь очень много сосредоточенности на себе, собственных желаний. Что нам до планов других? Мы запланировали, все так должно быть. Друзья мои, вы можете запланировать свой приход на свадьбу, но вы не можете распоряжаться женихом. Он придет тогда, когда он посчитает нужным. Когда мы находим в себе вот этот эгоизм, самоуверенность, когда мы окружены только своими желаниями, мы должны быть очень осторожными. Потому что это путь опасный. Другая причина, почему нам трудно ждать, почему мы засыпаем, она в нашей беспечности и непонимании того, что жизнь – это духовная борьба. Не вся жизнь – это борьба. Не все время нашей жизни – это постоянные конфликты, противостояния, войны. Но в нашей жизни, особенно в наше опасное время, если мы забываем, что жизнь – это нелегкая прогулка, а в жизни есть вот это измерение духовного противостояния, мы проиграем в этой битве раньше, чем она начнется. Когда мы читаем Евангелие, мы обращаем внимание, что Иисус Христос часто проводил время в бодрствовании и в молитве. Он к этому призывал своих учеников постоянно. Вы обращали внимание на то, вот чем занимались ученики, когда Иисус Христос по ночам или рано утром, или поздно вечером задерживался и проводил время в молитве. Что они в это время делали? То, что мы делаем ночью. Они спали. Даже преображение Господа Иисуса Христа застало их врасплох. Такое важное событие в жизни Иисуса Христа. А они спят. Еще одна причина – это скрытые сомнения или даже неверие. Когда Бог действует в нашей жизни явственно, мы так восхищаемся этим, нас это так возбуждает. Псалом 105, 12 стих. О евреях сказано. Это также верно о нас. И поверили они, то есть евреи, словам Его, и воспели хвалу Ему. Бог что-то сказал, Бог сделал. Евреи с радостью это восприняли, радуются, поют. Но что дальше? Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения, увлеклись похотью в пустыне и искусили Бога в необитаемой. Так куда-то девается вера. Приходят сомнения. Зачем ждать Бога? Что-то идет не так. Да, Он был раньше, да, Он действовал, да, мы Его за это благодарили, но теперь время другое. И куда-то уходит память. И сердце начинает управляться похотью. И наша жизнь, это не жизнь поклонения, как мы сегодня уже слышали, а это жизнь, которой мы искушаем нашего Господа. Непонимание Божьих замыслов, Его воли. Когда мы не понимаем, что делает Господь, нам хочется как-то вот спрятаться. Я помню в детстве, когда у меня что-то болело, мне хотелось сжаться в комочек и уснуть. И мне казалось, что если я проснусь, все мои несчастья исчезнут. Мне кажется, что и сейчас это лучшее лекарство для всех наших недомоганий или душевных переживаний. Вот бы так уснуть и проснуться, и окажется, что проблем-то и никаких нет. Но в жизни так не бывает. Помните, Иисус Христос привел своих учеников в Гефсиманский сад. У Него невероятная борьба, страдания души. Перед Ним невероятно сложный путь через суд на крест. Ему нужна поддержка. Он просит учеников побыть рядом с Ним и пободрствовать немножко. И в то время, когда Он молится, когда пот Его смешивается с кровью, которая проступает через поры, они в это время не могут победить свой сон. Снова и снова Он приходит к ним, Он возвращается к ним и находит их спящими. Глаза у них оттяжелели, говорит евангелист, от печали. Когда мы не понимаем, что делает Бог, нам хочется как-то забыться. Это печаль. Она просто терзает нашу душу, и нам хочется забыться, уснуть, проснуться. И все нормально. А Христос не усыпает. Он знает, что нормально будет только тогда, когда Он пройдет свой путь и дойдет до креста. И там в агонии отдаст свою жизнь за нас. Только тогда наступит нормально. Мы иногда не понимаем сути благодати Божией. Мы воспринимаем ее только как что-то хорошее, только как что-то доброе. Апостол Павел в послании к филиппийцам в первой главе 29-30 стих говорит, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. И когда Он говорит дано, Он использует здесь слово харизма, то есть дар благодати. Он говорит, вам дан дар благодати. Это Божий подарок. И одна часть этого подарка состоит в том, что вы имеете веру в Господа Иисуса Христа и по вере вы имеете доступ ко всем благословениям, ко всей благодати. И вы можете испытывать невероятную, несказанную радость в вашей жизни. Но Он говорит, другая часть этого дара, такого же дара, дара благодати, это дар страдать вместе с Иисусом Христом. И мы иногда сталкиваемся с большой сложностью, как примирить веру и страдания в нашей жизни. Как соединить добрые и тяжелые дни в нашей жизни. Мы легко воспринимаем первое, и нам с трудом дается второе. И мы уже никак не видим, что это благодать Божия. А Павел говорит, это та же благодать, это тот же дар, это двойной дар. Пользуясь языком этой притчи, мы бы могли сказать, послушайте, о каких испытаниях, о каких трудностях, о каких страданиях вы говорите, мы что, не на свадьбу собрались? Кто из вас планирует трудности на день свадьбы? разве Христос разве Христос не о свадьбе говорит? Он говорит о великой своей благодати, которая должна преобразить нас. Он говорит о том, что мы должны быть очень серьезными, внимательными, предусмотрительными, когда речь идет о нашей жизни и особенно о ожидании его возвращения. Иначе окажется в самый неподходящий момент, что то, на что мы рассчитывали, оскудело. Так не вовремя закончилось, так подвело нас. Но это не масло подвело их, а их собственная глупость. Мы будем такими же глупыми, если самоуверенно будем полагаться на себя и думать, что все в наших руках и что всего у нас теперь уже хватит на все времена. Мы будем мудрыми, если мы будем запасаться, если мы будем искать общение с Господом, чтобы им обогащаться постоянно. Возможно, слушая эту притчу и эти размышления, у кого-то из вас возник вопрос, «Усну ли я или нет перед пришествием Христа? Хватит ли мне масла? Не окажется ли именно в моем сосуде недостаток масла, когда придет Христос?» Согласитесь, это серьезный вопрос, правда? Сомнения по этому поводу холодят кровь в жилах, вселяют страх, а вдруг я буду в числе глупых? знайте, что я хочу посоветовать всем вам и напомнить себе. Не задавайте этот вопрос. Лучше задайте вопрос, как я прожил один день сегодня? если вы живете в благодати, будьте уверены, что когда бы не пришел Христос, вашего масла будет достаточно. Не будьте самоуверены, если вы не живете Христом сегодня, если не можете прожить день сегодня в Божьей благодати, в общении с Ним, в Его слове, в молитве, в зависимости от Него, не важно, когда придет Христос, я могу гарантировать, что масла вам и мне не хватит. Не нужно так отдалять все это в далекую перспективу. Христос рассказал эту притчу не только для того поколения, который будет жить непосредственно перед Его возвращением или который встретит Его. Христос рассказал эту притчу всем нам, для того, чтобы мы смотрели, какое мое сердце сегодня, какие мои отношения, как я отношусь к самому серьезному вопросу в моей жизни. Писание говорит, свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угаснет. Благослови нас, Господь. Ждать Христа со всей серьезностью, пребывать в Его благодать, в Его радости, в Его любви и быть всегда готовыми. Помолимся ему. Аминь. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни, в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok